Молоко подорожало на молочных кухнях. Сегодня депутаты Оренбургского горсовета подняли цены на 7 из 9 видов продукции Центра здорового питания. Цена не изменилась лишь на творог и сливки. Какие доводы приводили законотворцы и представители управления городской социальной политики? Далее. Лето в разгаре, молочная продукция в изобилии, а в Центрах здорового питания, или как в народе молочных кухнях, продукция дорожает на 6%. Где логика? Как объяснить избирателям? Задаются вопросом оппозиционеры. На 6 рублей цена растет на литр молока. Однако мы знаем прекрасно, еще с апрельского нашего обсуждения, что закупочная цена молока около 29 рублей по договору. И мне очень удивительно, что при таком раскладе, при таких накладных расходах, там, в общем-то, педалируется то, что не покрываются расходы. С 1 июля подняли тарифы на коммунальные услуги. И на год, сами понимаете, это автоматически сказывается на себестоимости продукции. И мы применили только коэффициент инфляции. Население, по данным чиновников, проявило небывалое понимание власти. Покоробило. Вопрос, когда там 78% клиентов этой кухни, так будем уже ее называть, Центра здорового питания, ответили на вопрос, согласны ли вы с повышением цен и будете ли покупать продукцию положительно. Из 10 человек опрошенных, Владимир Николаевич, 2 человека только мне сказали, но нам бы нежелательно. Я знаю, что уважаемые депутаты городского совета тоже пользуются продукцией нашей Центра здорового питания. Если на 20% и на 50% поднять, все равно будут купать, понимаете? То есть последние снимут, а для своих детей купят. Это все-таки не бюджетники и не люди, которые по медицинским показаниям являются ее потребителем. Там свободная продажа идет, и многие горожане пользуются продуктами этой молочной кухни. Поэтому депутаты приняли, если мы говорим о тех детях, которые нуждаются именно наши городские, то депутаты предлагают финансировать напрямую из бюджета именно адрес на помощь оказывать этим детям.